Кавказская ассоциация телесно-ориентированной психотерапии Которая придумала идею сделать проект, который называется «Ты не один» И пригласить своих коллег и самим выступать с поддерживающими эфирами Где психологи и психотерапевты могут поделиться своими знаниями и практическими способами Как можно справляться с той ситуацией, которая у нас на сегодня у всех В общем-то так или иначе одинаково и она непроста И я тоже с удовольствием откликнулась на предложение принять участие в этом проекте Центральной темой моей работы является отношение И это то, о чем мы сегодня с вами будем говорить Это тема, с которой чаще всего ко мне обращаются люди Все мы нуждаемся в отношениях, все мы нуждаемся в общении И все мы нужны друг другу И через другого мы обычно обнаруживаем себя Поэтому совсем одному нам, как правило, некомфортно И, конечно, вот в дни такой изоляции, в дни карантина Такого общемирового масштаба Много какие происходят трансформации В том числе и в контактах В том числе и в отношениях И появляются какие-то непривычные формы Но это не значит, что нам нужно как-то здесь Совсем уж уходить от общения Наоборот, нам нужно позаботиться о том Как нам его для себя сохранить И ясно, что формы нашего проживания сейчас Бытия, они меняются И, соответственно, наши отношения, они тоже меняются И вот об этом мы сегодня и, собственно, будем с вами говорить Давайте мы немного познакомимся Соберем географию Я вот пока не вижу, есть ли комментарии По поводу того, как меня слышно и видно Сейчас я посмотрю Да, пока я комментариев не вижу Но, тем не менее, если все-таки кто-то смотрит не в записи, а смотрит в прямом эфире Давайте немного познакомимся И скажите буквально несколько слов о себе Например, напишите, откуда вы Либо город, либо страну И напишите о себе Допустим, там, например, Москва На карантине дома Работаю Вокруг много домочадцев Или там Мой такой-то Я из такого-то города Я на карантине Живу один Работы нет Да, вот Как-то немножко расскажите о себе А пока вы пишете о себе Я тоже расскажу о себе Хотя в анонсе было указано Но, может быть, кто-то его не читал Я немножко представлюсь Почему Собственно, вот такая вот сегодня тема Тема отношений И тема заявлена Она называется Как быть вместе с другими И не терять себя Зовут меня Халикова Мария Я клинический психолог Я ведущая групп И индивидуальной психологической помощи И область моих профессиональных интересов Это экзистенциальная психотерапия Экзистенциальный анализ И психодинамическая психотерапия Также я являюсь Мультимодальным терапевтом творчества Так называемый Экспрессив арт Подход терапевтический То есть терапия с помощью Использования различных видов искусств И одним из направлений Одной из специализаций в моей работе Является работа с таким непростым состоянием В которое чаще всего попадают люди У которых есть взаимоотношения С теми, кто страдает тем или иным видом зависимости Это состояние в психологии Принято называть созависимость И вот работа с людьми в состоянии созависимости Является одной из моих специализаций Соответственно, работая в этом направлении Я очень плотно сотрудничаю С одним из ведущих специалистов России В этой области Валентина Дмитриевна Москаленко Она является, в общем-то, моим добрым другом Хорошей коллегой И мы все вместе Мы с ней вместе проводим тренинг-семинары По этой теме Куда приходят люди, которые хотят разобраться с собой Разобраться со своими отношениями И глубже понять Как, собственно, действительно Оказываться в отношениях с другими И при этом не терять себя И вот уже порядка 8 лет Мы ведем такие С Валентины Дмитриевны тренинг-семинары И буквально в конце февраля Мы с ней вместе Приняли участие в конференции Где у нас был мастер-класс Посвященный теме личностных границ Это такая одна из краеугольных тем Во взаимоотношениях в принципе А в созависимых отношениях особенно И вот надеюсь, что Может кто-то из вас случайно был На этой конференции Это психология вызвала современности Была конференция И вот там мы проводили этот мастер-класс Ну, давайте посмотрим Я попробую посмотреть, что написано в чате Так, сейчас Я попробую разобраться с чатом Пока мне Не очень понятно Как здесь смотреть комментарии Как их листать Так, сейчас Ого уж Куда-то я ушла Ну, ладно Сложно мне пока разобраться Как здесь работает чат Я ни разу не выходила в фейсбуке В прямом эфире Это такой мой первый опыт Поэтому Не всегда понимаю Как здесь смотреть комментарии пока Но надеюсь, со временем я разберусь Вот тоже что-то новое Что приходится осваивать Итак Уважаемые друзья В центре нашего внимания Сегодня отношения И давайте вместе с вами подумаем А с кем у нас есть отношения В нашей жизни Какие у вас есть идеи Какие у вас есть соображения С кем у нас Или с чем даже Да У нас есть отношения Ну, если говорить В общем-то так Обобщая Да То можно сказать Что отношения у нас есть Со многим И со многими Да И если вот эта множественность Отношений И наших контактов Как-то обобщить Попытаться Да И попытаться как-то Их объединить То можно заметить Что есть такие Три основных вектора Построения отношений Да То есть С чем и с кем Мы строим отношения Мы строим отношения С собой Мы строим отношения С другими И мы строим отношения С миром С жизнью Да Вот такие три отношения Три вектора С собой С другими И с миром И вот как быть Вместе с другими Да Как оставаться В отношениях И не терять себя То есть Как сохранять баланс Во всех этих трех векторах Это то, о чём мы с вами сегодня будем говорить, в том числе и с практической точки зрения. Как замечать, когда чего-то стало слишком много, в каком-то векторе стало слишком много, или наоборот, когда чего-то стало слишком мало. Как это замечать? То есть всё время понимать, что сейчас важно, что для меня сейчас важно. Задавать себе такой вопрос. По сути, его можно трансформировать как? Что для меня сейчас важно, спасать или спасаться? Спасать, то есть быть для другого, быть в помогающей позиции, помогать другому. Или мне нужно сейчас помогать себе? Или мне нужно сейчас помогать, обращать внимание на себя? И если мне нужно спасать, то спасая другого, мне необходимо всегда помнить, что я тоже есть, я тоже живой или живая. И не забывать восстанавливаться. А если когда-то надо спасаться, да, то есть заботиться о себе, то есть помогать себе и просить о помощи, то заметить, что вы вообще, во-первых, в этой помощи нуждаетесь, что вы вообще-то не в ресурсе, а дать себе внутреннее разрешение, что вы можете просить о помощи, да, и вы можете нуждаться, и не испытывать чувство вины, что сейчас вот я себе это позволил, да, или я себе это вот, собственно, позволила. И на что вот мы будем обращать внимание, когда мы будем определять, какой вектор у нас не в балансе и что важно для меня, спасать или спасаться? На что мы будем обращать внимание? Размышляя об этом, я поняла, что таким хорошим ориентиром и маркером будут, собственно, являться шесть аспектов, которые мы освещаем, работая с созависимостью. Вот эти некоторые аспекты, да, эти некоторые внутренние состояния, они присущи людям в состоянии созависимости. Это не значит, что все мы с вами тут вот созависимы, да, просто в той или иной степени глубины созависимости, во-первых, нам присущи, а во-вторых, вот в таких состояниях неопределенности, да, в состояниях повышенных многочисленных изменений хода жизни, вот это состояние созависимости, оно может обостриться, даже если оно нам не свойственно. Ну, во-первых, давайте определимся в понятии, что это такое. Разные есть определения, но вот, так как я сотрудничаю с Валентиной Дмитриевной, я ориентируюсь на то определение, которое она дает. И, ну, мне оно кажется таким достаточно жизненным, простым и понятным. Всезависимый человек – это тот человек, который так увлечен жизнью другого, так настроен на удовлетворение потребностей другого, что порой он забывает и не замечает потребности свои, собственные, в том числе и жизненно важные потребности. То есть, ну, буквально он не успевает высыпаться, он не успевает там вовремя покушать, да, он не успевает позаботиться о какой-то своей такой безопасности внутренней, потому что он все время настроен на то, а как себя чувствует другое, что нужно сделать для того, чтобы другому стало лучше, чтобы он как-то не страдал, чтобы я его не травмировал, чтобы жизнь его не травмировала и так далее. Вот этот вектор, все время направленный вовне, он очень сильно концентрирует всю психическую жизнь человека на вне, и таким образом я как таковой, и мои состояния уходят из поля моего внимания. Если они попадают в поле моего внимания, то я как бы говорю потом, потом, это как-нибудь там потом, не сейчас. Вот, и, соответственно, когда мы работаем с тем, кто все-таки понимает, что это состояние неконструктивное, что оно весьма тяжелое и хочет как-то прийти в состояние внутренней такой гармонии и баланса вот этого взаимодействия, да, между собой и миром, когда я слышу себя и вижу других, да, когда вот есть вот эти два здоровых вектора, когда я слышу свои потребности, свои желания, обращаю внимание на свои чувства, понимаю, что у меня есть тоже какие-то желания, да, и в то же время я вижу других, да, вот когда мы начинаем с этим работать и помогаем в терапии, то мы обращаем внимание на шесть векторов, через которые мы тоже сегодня пойдем. и первый вектор – это, первый аспект, вернее, да, уйдем от слова вектор, первый аспект – это так называемое магическое мышление. Что здесь может быть, как это может проявляться? Ну, например, это наши различного рода такие деструктивные установки. Допустим, это может быть повышенная мнительность, когда вы настолько сильно встревожены, что ваше психосоматическое состояние обостряется, то есть вам все время кажется, что с вами что-то не так. Ну, вот сейчас повышенная опасность эпидемиологическая, да, и понятно, что каждый из нас в зоне риска, но и такое состояние неизвестности, когда это произойдет именно со мной. И, соответственно, если у нас повышенная мнительность и срабатывает такое магическое мышление, то мы можем периодически ощущать, что это уже со мной случилось. И любого рода блуждающие боли по организму могут присутствовать или блуждающие состояния, да, то там я чихнул, то насморк, то я начал кашлять, и это может обострять во мне чувство тревожности. Также сюда относится фатальность мышления. Когда мы представляем ситуацию хуже, чем она есть на самом деле. Ну, вообще, наш мозг устроен таким образом, и психика устроена таким образом, что мы настроены на выживание, то есть вот именно выживать, да, и задача мозга – это выжить, чтобы мы жили. Не важно, какое у нас качество жизни, какое состояние, но важно, чтобы я был жив. Да, вот такая задача мозга. Соответственно, мозг, он всегда настроен видеть не просто плохое, а самое худшее. Для чего это нужно? Если это такое повышенное состояние готовности у мозга, да, то есть если я буду видеть самое худшее, то уж к плохому я точно буду готов, да, и поэтому часто у нас вот это может обостряться, ощущение видеть ситуацию гораздо хуже, чем она есть. И это могут быть так называемые самосбывающиеся пророчества, установки в виде самосбывающихся пророчеств. Ну, например, ну что, смеешься, завтра плакать будешь. Ну что ты там, вот, радуешься сегодняшнему солнцу, ну, ну, радуйся, завтра ты увидишь, что до чего тебя довела эта радость, да. И тут, как правило, вот магическое мышление, оно может проявляться в полюсности состояния, либо мы с вами полностью отрицаем, да, это тоже такой механизм психологической защиты, отрицание, когда я говорю, что это все ерунда, это все неправда, никакой опасности нет, и я вот буду действовать совершенно другим образом, не обращая ни на что внимания. Это один полюс, да. Другой полюс, наоборот, это сверхтревога, когда я сверх предосторожности соблюдаю, когда я буквально вот замуровался, да, не выхожу ни с кем на контакт, даже такой, как сказать, отдаленный, да, потому что страх настолько силен, и магия мышления, и мои фантазии настолько сильны, что я вот себя полностью здесь изолировал. Соответственно, от полюсов нужно уходить. Нужно искать свою собственную точку баланса, она у каждого индивидуальная и своя, но в любом случае обращайте внимание, как магическое мышление нас может забрасывать или даже кидать с одного полюса на другой. И если вы чувствуете, что вы на краю, да, вы в крайности, то ищите свою середину. Второй аспект – это самооценка. Самооценка тоже может страдать. Если мы с вами находимся в такой ситуации, что, например, вот мы действительно дома, и мы не ездим на работу, мы никуда не выходим из дома, но мы работаем, да, из дома, и у нас очень много домочадцев, в том числе среди них есть дети, которые сейчас должны дистанционно обучаться, и чем младше ребенок, тем он хуже сам справляется с этой задачей и, соответственно, нуждается в большем количестве помощи, да, то, например, вы можете быть тем или той, кто оказался вот в такой ситуации, ну, некого разрыва или раздрая, да, когда вам и работать нужно, и свою работу делать, но вы понимаете, что в тот момент, когда вы делаете свою работу, где-то есть ребенок, который ничего не делает, и тут у вас появляется чувство вины, запускается механизм самоуничижения, самобичевания, и происходит такое состояние потери самоценности, да, и вы постепенно погружаетесь в состояние саморасстраты, то есть когда вы что-то делаете, но у вас внутри нету согласия с собой, да, нету внутреннего согласия, нету внутренней исполненности, нету внутреннего желания, а это воспринимается как некая безысходность, некая такая вот мучительная обязанность, и вы попадаете в состояние саморасстраты, которое, ну, собственно, вас приводит в ощущение, что вы какая-то не такая, вы плохая мать, или вы какой-то не очень удачный отец, или там не совсем хороший работник, там, и так далее, и так далее. Сейчас еще про это побольше, чуть позже поговорим. Третий аспект – это так называемое путешествие по драматическому треугольнику Карпмана, да, где есть в этом треугольнике, возможно, он многим известен и знаком, три состояния, в которые мы попадаем во взаимоотношениях. Это либо состояние жертвы, когда я чувствую себя слабым, когда я ощущаю много обиды, много претензий, много несправедливости к себе, либо я попадаю в состояние спасателя, когда я начинаю спасать всех жертв вокруг меня, помогать им, что-то объяснять, что-то много чего-то такого давать, либо это состояние тирана, когда я испытываю очень много гнева, когда я сильно злюсь, когда я понимаю, что меня никто не замечает, и тогда у меня возникает много ненависти, возникает такое состояние обвинения других и окружающего мира, да, там и так далее. И вот по этому треугольнику мы можем по этим трем ролям путешествовать как внутри себя периодически, сменяя, попадая в ту или другую роль, да, либо мы можем меняться со своими домочадцами этими ролями, да, и, например, там, если мы живем, допустим, с родителями, да, то когда-то они нами могут восприниматься как тираны, которые постоянно что-то от меня требуют, что-то заставляют, совершенно не слышат меня, я никак не могу с ними договориться, я очень такая, почувствую себя здесь жертвой, да, но потом я думаю, ну, все-таки родители, они пожилые люди, и я современный человек, знаю гораздо больше, чем они, и поэтому мне надо как-то взять себя в руки, начать их спасать, и начать, и вы начинаете быть сама родителем для своих родителей, и тут вы уже как бы перекочевали, перебазировались в состоянии спасателя, но так как состояние спасателя, оно забирает очень много ресурса, отдается вовне, но вот как раз не дается себе, рано или поздно, оно нас забрасывает в состояние тирана, когда мы говорим, ну, сколько же можно, ну, как же, сколько же это может вообще продолжаться, и, собственно, вот возникают различного рода конфликты. Четвертый аспект – это контроль и контролирующее поведение. Про это хочется тоже поговорить отдельно, как это проявляется вот в наших взаимоотношениях с другими. С одной стороны, контролирующее поведение – это такой признак созависимости, не очень радостный, потому что, когда контроля очень много, то это свидетельствует о двух вещах, когда у нас повышается наш контроль. Контроль у нас повышается, когда вот обостряется ощущение своей ненужности, когда я ощущаю, что я нелюбим, что я не нужен другим, своим близким, я ощущаю, что они во мне не нуждаются, и тогда я включаюсь, становлюсь все более активным и начинаю вот это все контролировать больше, чем нужно. А второй момент, когда повышается контроль, когда высокая степень тревоги. Чтобы как-то справляться с тревогой внутри, мне нужно это контролировать, мне нужно ситуацию контролировать. И вот когда мы работаем с контролем, то тоже не нужно уходить в полюс, не нужно понимать, что контролирующее поведение – это однозначно плохо. И тем более вот сейчас, в нынешних обстоятельствах, когда очень много жизненной неопределенности, мы не знаем, что нас ждет, никто не знает, ни вы не знаете, ни я не знаю, ни какие-то государственные власти, никто не знает, что нас ждет. Мы можем об этом предполагать, мы можем про это размышлять. И это тоже, ну как некая степень контроля, но чтобы хоть как-то начать контролировать действительность, контролировать реальность. Потому что нам нужно контролировать реальность. И нашему мозгу это необходимо. Поэтому сейчас, вот когда так много неопределенности, нужно в какой-то степени даже позаботиться о том, чтобы у вас в жизни где-то вот был достаточно высокий уровень определенности. То есть, чем больше, правило здесь такое, чем больше неопределенности во внешнем мире, тем больше должно быть определенности во внутреннем мире, у нас внутри. для этого можно что-то делать для себя. Ну, во-первых, надо помнить, что у нас не уменьшилось, у нас не увеличилось количество часов в сутках, у нас их осталось столько же, 24 часа, да, у нас просто изменился способ жизни. Поэтому у людей вот таких гиперфункциональных, да, которые в принципе в обычной жизни, да, до изоляции, до карантина были гиперфункциональны и успевали делать огромное количество дел в течение дня, ну, не надейтесь, что сейчас вы будете делать это меньше. Ваша гиперфункциональность, она проявится и даже там, где вас, собственно, попросили расслабиться, получать удовольствие, быть дома. И вроде бы, ну, с одной стороны, да, появляется такая фантазия, что, о, ну вот, наконец-то, я сейчас, мне не надо никуда ехать, я, ну, кстати, дальше вы идете в такую мыслеформу. Что же я сейчас делаю? Я же сейчас переделываю все дела по дому, которые я давно хотел сделать, но не делал. И вот как бы у вас гиперфункциональность все равно сохраняется, и вы удивляетесь, что там, боже мой, я сижу дома, а время так быстро пролетает, и получается, что уже там поздний час ночи, а я вот там ничего не сделала. Чтобы себе как-то помочь, можно воспользоваться такой формой, да, которая называется, ну, план дня. Это не то планирование, которым вы занимаетесь в ежедневнике или в гугл-календаре, когда вы планируете, что вам нужно сделать, успеть в сегодняшний день и так далее. Это план не про цели и достижения, а это план про свое хочу. Это план про свое нравится. Это про то, где вы пишете, что самое главное для вас сегодня. И это самое главное, оно не выражается в делах. То есть вы не пишете, что там самое главное для меня сегодня протереть все ручки антисептиком в доме, и не забыть про это, да, и там убраться в кладовке, да. Но идите, пожалуйста, дальше. Вот за этим действием что-то стоит. Задайте себе вопрос, а для чего мне это важно? Почему это сегодня... Зачем для меня это стало главным? Ну, задавайте себе вот этот развивающий вопрос про будущее, да. Почему это про прошлое? Почему мы так делаем? Мы всегда ищем причины в прошлом. Почему я так делаю, да. Мне нужно убраться, потому что сейчас эпидемия. Но эпидемия, она не вчера началась, да. Соответственно, для чего мне... Мне, как мне, это важно. Для чего? И вот этот вопрос, для чего, он как раз вводит нас на наше вообще состояние, где вы встречаетесь со своими переживаниями, где вы встречаетесь со своими чувствами, где вы встречаетесь со своими внутренними смыслами и со своими внутренними ощущениями. И как только вы с ними начали встречаться и не убегать по привычке от них, а как-то вот их начинать вообще замечать, замечать, что оказывается вам страшно, что оказывается вы Вы вообще тоже тревожитесь. Или вы замечаете, что для вас является большой ценностью быть в заботе. Вы начинаете ощущать, что внутри вас есть еще что-то помимо этой тревоги. Есть еще что-то помимо целей и планов. И это что-то, оно такое очень, какое-то, какое-то очень такое приятное. Оно какое-то очень ресурсное. И у вас есть ощущение, что внутри вас еще есть и такая часть, которая несет какую-то мудрость. Которая несет какое-то состояние, ощущение, что вообще все будет хорошо. Что у вас хватит сил, что вы справитесь, что вы справляетесь. Что вообще жизнь она есть и она случилась сегодня. И это какая-то внутренняя часть, она дает такое состояние, что я вообще могу на это опереться. И вот этот план дня, который вы можете для себя вести, где вы обозначаете что-то действительно ценное для вас, он может помогать вам внешнее состояние хаоса, внутри перевести в некое состояние определенности. А вот вечером, запланировав некие важные для себя аспекты, некие важные для себя желания, вечером просто вернитесь к этому плану дня, посмотрите на него, да, и напишите свои мысли, которые у вас вот возникли сейчас в этой точке вечера, когда день завершается. Дайте себе эту паузу, остановитесь и напишите о сегодняшнем дне, который прошел, да, о своих чувствах, о тех состояниях и наблюдениях о себе и о других, которые у вас случились в течение дня. И напишите, за что вы благодарны, за что вы в конце дня благодарны, берем наши три вектора себе, благодарны тем другим, которые есть рядом с вами и благодарны тем, кто вот, вот этой жизни, да, благодарны миру. И это ощущение такого замедления, такой паузы, оно приносит некоторое состояние постепенно, да, некоторое состояние определенности, которое с каждым днем, которого становится все больше и больше. Второе, что мы можем взять под контроль, это питание, и, ну, здесь я не буду долго рассказывать и советовать, у каждого есть свои мировоззренческие позиции по поводу питания, но важно, чтобы оно не было полевым, да, то есть, ну, иду и съел, увидел, перекусил, да, то есть не было постоянным, а все-таки укладывалось в какую-то у вас систему. И третье, что мы можем вести под некий контроль свой, это время физической активности, ну, в виде любой зарядки, в виде любой разминки, в виде любых каких-то упражнений, которые мы себе даем. Мы под это отводим определенное время. Это может быть, например, мое утро для себя, да, где вы совершаете какие-то необходимые гигиенические процедуры, и в том числе вы даете себе какой-то комплекс упражнений физических, которые вот являются необходимым и ежедневным. Либо это будет у кого-то вечером, да, кто-то привык это делать вечером. И помимо упражнений добавляете медитации, добавляете какие-то техники дыхания, которые помогают заземлиться, которые помогают соединиться со своей телесностью, не только оставаться в переживаниях, но и ощущать, что чувствует тело, да, то есть любые медитативные техники, визуализации, отдыхательные практики, они, собственно, тоже сюда подходят. Ну и уберите вот это, да, действительно полевое поведение, когда я передвигаюсь по квартире, и все, что попадает вот в поле моего зрения, тут же переходит в мою деятельность. Старайтесь намеченные какие-то аспекты в плане дня, в общем-то, реализовывать и не искать для себя дополнительных помех, которые могут вас от этого плана увести. И, ну, будьте просто добрее к себе, то есть относитесь к себе по-доброму. Если у вас что-то сегодня не вышло, вы чего-то не успели, ну, выдохните. Ну, так, да, мы не можем быть, мы можем быть функциональны, но мы не можем быть гиперфункциональны. Мы не роботы, мы просто живые люди, и правда, мы чего-то можем не успевать. Да, кстати, хорошая идея – это назначать себе тематические дни. Ну, например, вы говорите, что завтра у меня день искусства, и все про это, да, я иду в виртуальную экскурсию в Третьяковскую галерею, я смотрю на прекрасные образы за окном, я занимаюсь визуализацией, я сам позволяю себе обращаться к любым выразительным видам искусств. Если вам нравится проявлять себя через образы, то это будет рисунок. Если вам нравится проявлять себя через движение, то будет танец. Если вам нравится проявлять себя через слово, то будет поэзия. И вот у вас сегодня день такой, да, и даже если вам нужно в этот день работать, то как я могу сделать это творчески? Потому что, знаете, когда я работала на фирме менеджером по продажам, и в одной из моих задач менеджеров ходило просто отправлять клиентам остатки, ну, чего у нас там, сколько у нас товара осталось на складе. С утра это нужно было делать, чтобы клиенты с утра получали вот этот вот скан там или почту, сколько у нас чего осталось. И, исходя из этого, делали заказы. И вот как-то наш прекрасный финансовый директор, она мне сказала, ты творческая личность, ты вот пришла там из другой профессии, я пришла тогда работать менеджером из педагогов, да, и она говорит, вот отнесись к этому заданию творчески, подумай, как можно отправлять остатки творчески по почте, да. Ну, вот, казалось бы, сухие цифры, как можно их отправить творчески? Ну, вот была поставлена такая творческая задача. Поэтому, если даже у вас работа совершенно нетворческая, вы можете отнестись к ней с творчеством, да. То есть вот эта жизнь как творчество, привычка к творчеству, можно здесь в себе развивать. Ну, вот у вас там сегодня день творчества, а завтра вы говорите, у меня завтра день порядка. Назначаю, что вот день порядка. Я все привожу в порядок, я дела свои привожу в порядок, я свои мысли привожу в порядок, я свои чувства привожу в порядок, я свою комнату привожу в порядок, да. То есть вот сегодня у меня день порядка. Не надо приводить в порядок всех окружающих, они вообще у вас, ну, в общем-то, самостоятельные и довольно здоровые психические люди, которые сами могут по большей части о себе позаботиться. Все-таки, если и говорить о порядке, то начинайте с максимальной концентрации на себе. И, ну, там, послезавтра еще какой-то день, да, там, не знаю, день чтения, да, и я, например, как можно больше читаю разного и там еще чего-то и так далее. Вот. Вот такие тематические дни, да. Значит, это у нас был аспект контроля, мы так на нем достаточно сильно задержались. И напоминаю, да, что магическое мышление, самооценка, контролирующее поведение. И сейчас мы с вами переходим к теме границ. Тема личностных границ, и она очень сильно обостряется в эти дни, когда нам нужно быть вместе с другими, со своими близкими. И если раньше эта ситуация как-то решалась тем, что мы, ну, просто буквально уходили из дома, да, нам пора было идти на работу, или нам нужно было ехать на какую-то встречу, или детям идти в школу и в детский сад, то сейчас мы все оказываемся вместе и оказываемся довольно долгое время. И, соответственно, если у вас в семье границ просто не было, или они были очень размыты, или, наоборот, вы были такие контратстраненные, да, то есть каждый, ну, вы не знали, как вообще общаться, да, и как разговаривать. И тогда эта тема встает очень остро. Что тут может быть? С чем вы можете встречаться? Повышается конфликтное поведение, да, и количество конфликтов может возрастать, и количество насилия может возрастать, да, потому что гнев, и если мы никак с ним не работаем, если мы никак с ним не обходимся, то он приводит к тому, что рано или поздно мы срываемся, да. И здесь нужно понимать, что срывы все равно будут, и не сразу вы придете к тому, что вы сможете удерживать вот этот свой импульс, да, но все чаще и чаще вообще обращать внимание, как я это делаю, да, как я делаю так, что я снова опять сорвалась, я снова не выдержала, что запустило во мне это состояние гнева и недовольства и тревоги, да. Как правило, мы очень редко ловим себя на недовольстве. Мы, как правило, уже, когда еще можно отстроить границы, да, и вот границы, они отстраиваются именно на состояние недовольства, потому что это такой поведенческий уровень. Но, как правило, мы себя на недовольстве не ловим. Мы себя ловим, самое хорошее, это на раздражение, а вообще мы ловим себя уже вот на обиде или на гневе, такой злости, да, ну, а кто-то даже и может дойти до ярости, только заметить, что со мной вообще происходит что-то не то, по-моему, я там перегнула палку, да. Это то, с чем вы можете встречаться сейчас, да, поэтому обязательно нужно обращаться к своим чувствам, обращаться к своим состояниям. И обязательно нужно думать о том, как все-таки выстраивать границы, вот личностные границы между друг другом. Я сейчас не буду уделять этому много внимания, потому что, пожалуй, это тема отдельного эфира, и если будут такие запросы, можно про это еще раз наметить встречу и отдельно поговорить, либо, возможно, в последующих эфирах кто-то из моих коллег осветит вот эту тему личностных границ. Я же в оставшееся время хочу поговорить о еще одном таком важном шестом аспекте – это чувство, это наше чувство, потому что это вот оно все взаимосвязано. И, как я сказала, в этот период могут обостряться чувства, и наше чувство – это маркер того, что мы себя потеряли, что вообще это… Вот наше чувство – это признак, что нам сейчас самим не хватает, что нам сейчас нужно позаботиться о себе. Ну, я имею в виду сейчас чувства непростые, да, не радость, удовольствие и какое-то там, возможно, вдохновение, да, вот такие непростые чувства, которые, как правило, не приветствуются, и поэтому мы не знаем, как с ними обходиться, у нас про это очень мало опыта. И оставаясь с другими и рядом с ними, нам важно не забывать о себе в том аспекте, что заботиться о своих чувствах. Вот давайте попробуем посмотреть маркером, чего каждое непростое чувство является, да. Например, тревога, которой сейчас может быть много, да. Тревога, как правило, беспредметна. То есть мы тревожимся, но мы не можем… То есть мы тревожимся и говорим, я чувствую, что будет все хуже, я чувствую, что произойдет что-то плохое, но что конкретно я… мне описать сложно, да. То есть это такое плавающее чувство. Это про плавающую, блуждающую фантазию о будущем. Страх, он чем отличается от тревоги? Страх, как правило, можно предметить, да. Поэтому если к вам приходит другой, ну, например, ребенок, и говорит, мне страшно, вы его спросите, чего именно ты боишься. И чтобы понять, тревожится он или ему страшно, вот нужно задать этот вопрос. Тот, кто боится, он прям вам четко скажет, я боюсь что, и назовет вот эту причину, да. Соответственно, если страх можно предметить, это значит, что мы можем понять, какой он. Это социальный страх, например, я боюсь контакта с другими, я боюсь выходить на улицу, я боюсь говорить с другими, да. То есть это такой социальный страх. Или это внутриличностный страх, или это страх про отношения. И, соответственно, здесь со страхом мы по-разному можем обходиться. Гнев. Гнев нам указывает на то, что что-то происходит не так, как мы ожидали. Кто-то не такой, каким я его хотела видеть. Кто-то общается с нами не так, как мы этого ожидали, да. И, ну, вот гнев, вот указатель того, что что-то идет не так. Вина. Как правило, за виной стоит более сложное, невыносимое чувство – это бессилие. И чувство вины мы ощущаем, когда мы ощущаем свое бессилие, когда у нас опускаются руки. Но чувство вины испытать тяжело, но это проще, нежели, чем встретиться со своим бессилием. Поэтому если пойти за виной дальше, то, возможно, вы соприкоснетесь вот с этим состоянием. Стыд. Стыд мы испытываем, когда мы понимаем, что другие могут увидеть что-то обо мне и про меня, чего я даже сам не хочу видеть. И тогда вот наступает это чувство стыда. Соответственно, вы видите, как только мы начинаем замечать свои чувства и замечать свои состояния, они могут с нами разговаривать. Ну, то есть не разговаривать, как люди, конечно, да, но мы можем что-то узнавать о себе и о том, что сейчас с нами происходит, а значит, выходить на свои ключевые потребности, в чем мы нуждаемся и понимать, какой именно помощи и у кого нам запросить. Есть еще такой момент, да, это про чувства, да, когда вы вроде бы испытали чувство радости, но вы думаете, могу ли я радоваться, когда другим плохо. Ну вот в мире страдает очень много людей от заболевания, да. Некоторые люди, к сожалению, вот уходят из жизни, а у меня вдруг случилась радость, потому что, ну, я увидел солнце за окном или у меня сегодня день рождения, да, могу ли я радоваться, когда другим плохо. И вот это позволение себе испытывать чувство удовольствия, чувство радости, даже если рядом горе, это вот, собственно, некий выход из созависимости, да. Я не перестаю помогать и быть полезным, но у меня есть еще свои собственные состояния, и я вообще-то продолжаю быть живым и продолжаю свою жизнь, а значит, ну, я, например, могу быть в других чувствах, чем человек, который со мной рядом. Есть еще так называемый запрет на чувства, да, в принципе, когда мы общаемся только по бытовым вопросам, и мы совершенно не касаемся никаких переживаний, которые с нами случаются, и нам нужно вот только держаться и больше, собственно, ничего не делать, да. И сила наших переживаний, она зависит от того, что с нами сейчас происходит. Если сейчас у нас многое меняется, да, меняется режим, меняется скорость жизни, да, меняется объем общения, у нас меняется, ну, целиком меняется способ жизни, да, то все это вызывает в нас большой отклик психики в виде чувств, а чувство – это энергия, да, и ее здесь можно по-разному выражать. Можно ходить, тревожиться, можно ходить, ворчать, можно выносить мозги другим и раздражаться и говорить все время друг о друге, да, я такой, потому что ты такой, да, а можно попробовать войти в так называемую взрослую позицию. И взрослая позиция отличается от детской, когда мы полностью берем стопроцентную ответственность за свое состояние на себя, и у нас есть ощущение своего собственного места в своей семье, да, и я как бы себе говорю, у меня сейчас не получается, но я ищу решение. И во взрослом состоянии мы начинаем говорить не друг о друге, а друг с другом, да, вот это, ну, важная перемена разговора, друг с другом о себе, о том, что мне некомфортно. И здесь очень хорошо подходит так называемое трехчастное сообщение, которое вот в психологии часто используется. Трехчастное сообщение – это не техника, как манипуляции с другим, да, это не способ как-то повлиять на другого, а это способ другому рассказать о себе и о своем состоянии. Почему оно трехчастное? Потому что оно строится из трех частей, да. Первая часть, когда вы сообщаете факт и вы описываете происходящее в более таком безоценном, максимально безоценочном варианте, когда вы говорите «всякий раз, когда я вижу что», да, или «когда я постоянно ощущаю что-то», да, или «когда я вижу что», да, или «когда я слышу что», да, и так далее. «Всякий раз, когда я вижу грязную посуду в раковине», да, это первая часть, вы сообщили факт. Вторая часть, вы сообщаете о своем чувстве и о своем желании. «Я чувствую раздражение», или «на меня нахлынувает гнев», и вы объясняете, почему, да, потому что у меня есть понимание, что это посуда для меня, это такое приглашение, что это снова должна сделать только я. И третья часть, вы выражаете просьбу. «Пожалуйста, когда поел, помой тарелку за собой». То есть сообщение выстраивается из трех частей. Первое – факт. Второе – сообщение о вашем состоянии или чувстве. И третье – выражение просьбы. Вот когда мы так выстраиваем обращение к другому, если вы попробуете это сделать, вы увидите, как происходит трансформация вашей близости, ваших чувств друг к другу, трансформация ваших границ и того, что между вами. Это становится немного легче. Еще один важный аспект – это тревога за ребенка, да, что ребенок чего-то не успеет. Он вот за этот месяц очень сильно отстанет от учебы, и я не смогу ему помочь так, как могли бы и так его научить, как это сделают учителя. Здесь нужно просто делать то, что вы можете. Например, выполнять только те задания, которые задал дистанционно учитель, и этого достаточно. И понимать, что ребенок тоже чувствует, проживает, и он тоже там нуждается в отдыхе, не нужно постоянно его упражнять, что называется, в качестве образования. Что-то у меня очень много тревоги, пойду-ка я с ним еще раз поделаю математику. И вот достаточно выполнять домашние задания, которые делает учитель, и все. И понимать, что отставание все равно будет. И вы такой не один. И, ну, прикинуть, что у вашего ребенка как минимум еще 80 лет впереди полной жизни, и уж за эти 80 лет, эти месяц-полтора, он точно сможет наверстать. И ваш ребенок не один, кто сейчас, собственно, отстает. Скорее всего, вы столкнетесь с финансовым кризисом. И вы, и ваш партнер, и вам придется пересмотреть бюджет. И это такая реальность, которая точно случится. И мы просто, находясь во взрослой позиции, позволяем себе встречаться с этой реальностью и постепенно понимать, что да, это будет так. Не уходить в магическое мышление, но и не уходить в фатальность, что это полностью нас убьет. То есть оставаться в некой такой внутренней устойчивости, в неком внутреннем балансе. Для этого я бы рекомендовала придерживаться так называемой психологической гигиены. Психологической гигиены мыслей и фантазий. Что сюда может входить? Это отличать, какую информацию вы употребляете, какая у вас среда и какой у вас круг общения. Замечаете ли вы свои чувства? Как вы с ними обходитесь? Вы их подавляете, вы их обесцениваете? Вы делаете вид, что с вами ничего не происходит? Или вы даете чувствам внимания? Вы их замечаете? Вы разговариваете про них? Если у вас сильно развитое образное мышление, а у нас у многих сильно развитое мышление образное, потому что человек мыслит образами, то попробуйте обходиться со своими чувствами, как я уже говорила, через различные формы других модальностей. То есть вы можете писать утренние страницы, на которых вы просто выплескиваете свое состояние, не надо потом эти страницы перечитывать, это просто способ, как вынимать эти состояния непростые из себя. Вы можете нарисовать свой страх или нарисовать свой гнев просто в виде линий, в виде форм, в виде качеств вашего гнева. И, соответственно, еще самое главное – это позаботиться о общении. И несмотря на то, что мы нуждаемся сейчас в большинстве своем, мы сидим дома, да, и темпы нашей скорости наши снизились, мы можем находить в этом не только минусы, но и плюсы. И чтобы не чувствовать себя в изоляции, важно давать себе не только впечатление через просмотры фильмов и программ, но и самое главное – это самому быть в контакте, быть в группе, быть в сообществе, общаться и контактировать с другими. И в эти дни стоит позаботиться о том, чтобы такие группы у вас были, да, и, возможно, например, принять участие в каком-то обучении, которое дает вам такую практику общения с единомышленниками, практику работы с собой, практику поддержки и саморазвития. Со своей стороны я могу сказать, что сейчас, вот, ну, буквально сегодня, в этот день, 6 апреля, я со своей коллегой Натальей Меншиковой прямо сегодня запускаю одну из таких групп «Практика общения». Это онлайн-марафон, который называется «Созависимость. Выход есть». И если вам разобраться важно в отношениях с собой, с другими более подробно, если вам нужно глубже понять, как быть вместе с другими и не потерять себя, если вам важно в этот месяц уделить внимание оздоровлению, дать себе время для саморазвития, и для самопомощи, вы можете вот присоединиться к нашему марафону, узнать подробности о его участии. В течение этой недели это можно делать. Ну что ж, уважаемые друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я надеюсь, что я была для вас полезной и, возможно, сообщила какие-то важные техники и способы, как можно себе помогать и оставаться в контакте с собой и другими в эти дни. Я желаю всем нам здоровья психологического и физического. Я желаю всем нам ощущения прихода весны. Я желаю всем нам такой, знаете, земной поддержки, когда все люди Земли объединились в единстве помогать друг другу. Я еще раз благодарю Кавказское психотерапевтическое общество телесно-ориентированной психотерапии за предоставленную возможность участвовать в этом проекте. И прощаюсь с вами. С вами была Мария Халикова, клинический психолог. Будьте здоровы. Всего вам доброго.